Абаз, удивительное, наверное, ощущение, да? Стоишь на фоне ковров Дворца спорта имени Гамида Гамидова, но не борешься. Потому что боролся вчера и победил в Иране. Тут тоже хотелось бы побороться, конечно. Дома, когда борешься, это уже другое удовольствие. Бороться такое большое желание тоже бывает. И тут смотрю тоже. Пошли как на мире, пояса дают. Ты сейчас в другом статусе присутствовал. Когда-нибудь доводилось награждать? Нет, у меня в первой жизни такое, чуть волнение было. Мне кажется, волнение было у тех, кого ты награждал. Они тоже понимали статус. Чемпион мира все-таки. Победитель иранской линии. Все равно как-то... Рано это все делать. Как тебе в Иране было? Только один мир. В Иране очень. Понравилось? Хорошо, да. Почувствовал разность атмосферы в Иране во время борьбы или в России? Ну, в Дагестане мне больше нравится. Можно сказать. Ну, сейчас просто болельщиков там особо не было. Может, из-за этого тоже. Ну, а когда там болельщики ираны даже на мире, я это своим глазами видел. Туда прилетели столько людей. Их было там, как орали, включали они для своих. Магомеда Курбаналиева там на руках фактически носили, везде узнавали. Тебя, наверное, тоже, как чемпион мира, уже успели изучить. Да, очень раньше даже, когда домой летели в аэропорт, тут человек 5-6 подошли, узнали, что вот так выиграли. И за то, что мы уже на первом номере выиграли. Они такие... У меня в Инстаграме все иранцы пишут, поздравляют. Ну, из-за этого. Пару слов на иранском скажешь? Пару слов... Ташакурчик, ты как-то дожди. Да, Ташакур, да. Ташакур, да, типа, пока. Хадапис, да. Хадапис, да. А Хадапис же пока. А Ташакур, спасибо. Да, русское. Мамнун, спасибо. Мамнун Асхамэ, дуст. Так-то я знал, много сейчас, просто сейчас голод даже не пухает. Ну, у вас то, ради чего ты туда ехал, сделал с блеском в своем стиле? 12-1, 10-0, да? Да, первый 12-1 играл, второй 10-0. У тебя это любимый счет, да, всегда побеждать досрочно? Ну, не знаю, как это случайно получается. У вас такая хорошая связка сложилась с Магайд Расулом и Гази Магомедовым. Оба победили и принесли важные очки в копилку. Да, потому что другую команду считали, как первых номеров. То, что все говорили, типа, они выиграют. Ну, наша команда впервые выступала там и сразу же выиграли. Это тоже очень хороший результат для них. Я за них был очень доволен. Когда-то ты смотрел на Магайд Расула Гази Магомедова, когда он побеждал на чемпионатах мира. Но сейчас, учитывая твой успешный сезон и небольшой спад у Магайд Расула, мне кажется, именно борьба вместе с тобой и то, что он жил с тобой, наверное, повлияли на него мотивирующим образом. Ну, не знаю, он все равно двукратный чемпион мира. До него мне еще очень далеко. А я буду все делать дальше, чтобы идти, выигрывать все, что можно. Устал за этот год, честно признась им? Если честно, да, очень устал. И отдыхать времени нету. Обратно надо все, начинаться ригинского турнира. Я думал, что ты сейчас скажешь, поеду на Тенериф и отдыхать в Испанию. Не буду ничего делать. Отдыхать, когда борьбу оставим будем. А пока надо пахать. Когда понимаешь, какие соперники тебя ждут, просто так тренироваться не получается. Надо двойне пахать, тренироваться. Ну, иншалла, будем все делать. Есть очень таких много. Мне тоже до кого-то очень далеко. У меня нет такого трудолюка. Вы просто переулечиваете. Мне еще далеко до этого. А вот что тебе помогает справляться со сложностями, с вот этими перелетами постоянными, с постоянной рутиной работой? Не знаю, уже ни о чем не думаю. Просто потому, что так нужно? Да, конечно. Если бы не нужно было, то уже по-другому можно было бы все делать. А когда тебе нужно, у тебя больше другого выхода нет.